всем привет друзья почему я с заднем сиденье на сижу а потому что теперь бабушка мы поехали маленько ее и меня прогулять решили доехать ух ты какого упса несут шпиц маленький в общем поехали мы до метра хотим доехать есть там товары кое-какие которые нигде нет вот специфические так скажем никого ребятишек брать не стали они сначала фадей просился потом эфим вроде как мы сами решили и фильм а брать он и не просился но мы говорим давай про и прокатись а потом решили обоих оставить чтобы не сидеть тут втроем не не толкаться да и вообще чтобы отдохнуть маленько в тишине посидеть сейчас поедем будем тихо сидеть отдыхать от шума суматохи всей этой домашней нашей ну а так мы это ты про 3d все ну рукой проведи виды она из 3 а там видишь мне пускать вот на завтрак у нас каша была пшенная сегодня я поставил ее на маленький огонь все-таки как хорошо на рассеивать или каши варить вообще прям красота я пока даю хожу пока то все а еще система нам сегодня приезжали по повезде делали сделали уже седьмую дамом систему еще на три раза надо ставить или четыре даже посмотрим общем там остатки лекарства чтобы засходовать прилетела на все вот ну рано сегодня 8 часов привозили 8 40 уже увезли поэтому потом подоили коровы и вот масло еще били вот били масло сбили масло кусочек у нас еще один есть да кабачки я один кабачок пожарила для бабушки просто больше больше никто их и не ест особо попробую сегодня одно блюдо сделать баклажанов если успею сил хватит и все хочу снять рецептик и ну я рецептик конечно это же не мой рецептик я посмотрела тоже в интернете хочу сделать там как бы она нежная получается хорошая надо только знаете чем панировочные сухари бы где-то взять не охота делать сушить хлеб тут проще панировочные готовы и купим ахалюшу не забудь вот ну ночью сегодня нормально мы спали уже собачонка у нас привыкла она у нас весь день находится на первом этаже потом мы ее поднимаем уже когда спать идем ее поднимаю наверх там доску ставим чтобы она не дай бог с лестницы у нас не ушла вот там у нее тоже все и пеленочка лежит и корме и ставлю и воду ставлю ну корм короче хозяйка которая привезла корм она не хочет его есть я не знаю как и на каких условиях она у нее ела этот корм ну как бы она ну в первый день когда видимо сильно голодные привезли так она что-то там похрумкала а потом мы предложили мяско курятина у нас там или юшатина ли была вот она его то за милую душу слопала вот а сейчас вообще отказывается сухой корм не знаю ну ночью вроде бы поела потому что она ночью не просил и ничего не знаю чем она сытая короче была стоял только сухой корм я не стала уже брать наверх это немножко то пусть разгрузить разгрузку не ночью будет не обедала что вот не наедалась так сильно то она в общем то и спала не слышно ее не видно было она за батареей там у нас ляжет у нас же как в воде сейчас спит у него матрас просто высокий лежит прямо на полу на ковровом покрытии вот самой по себе каркаса кровать у него мы не покупали он так вот и и спит просто на матрасе на высоком вот и диво рядом мой диво говорю это не уж рядом и ложится и там батарея у него в голове и в общем туда вот она под батареей куда-то ложится и видимо прохладно батарея холодная она к ней прижимается и так вот это спит такие дела так что же нормально освоилась привыкла они сейчас такая погода дождливая ведь у машина-то и мокрая такая под дождем дождь скрапается я говорю такая погода сам бы спал а животные вообще спят на погоду видать целыми днями я бы спала такие дела ну и все больше вроде бы ничего иного больше нету едем потихоньку доедем посмотрим что там это творится сто лет не были так ну все едем и обратно корм купили и сухой все-таки собачки взяли упаковочку маленькую почему-то правда она написана чихуахуа ну ладно для других нету щенков в метро но хоть как хорошего качества в метро если у нас станет да бабушка мне в подарок кресло купила к новому учебному году в общем у меня в классе то совсем разболталась аж на стульчике дорабатывала последние полгода отломилась короче говоря варить его надо было мы не знаем я что-то его так и не сварил за летом возможно не подходит там сталь тонкая идет в общем вот эти офисные кресла они конечно ненадежные вода я еще тяжелая короче долго не служат поэтому новое кресло надо было в метро нашли как у меня раньше раньше еще перед тем было которое значит библиотеке стоит вот такое же взяли она нравится сетчатой спинкой если кто в метро бывает знает такое высокая сетчатой спинкой она во первых высоко поднимается под мой рост сам механизм другое посмотрели там низко мне колени согнуты долго не просидишь так вот так что вот так не зря нападите мы точно зимой право наоборот приходится застилать чтобы не тихо кладку вот мы все едем в общем домой час бабушку завезем да потом еще съездим за картошкой до луку надо взять вот так и дела так вот смешно лук хрустит сушеный когда его эвакуумируешь а вот ну а мы так-то давно уже дома уже четвертый час пошел сварила вот такой вот суп сегодня с лапшой с этими со спагетти по небу сейчас есть пока он первый потому что все так перекусили и по своим делам разбежались матвей с дедом ушли стрелять я тут своими делами занимаюсь луком занялась дворок сварила повешала сейчас у меня свисает обезжиренный мой да а вот стоящая дело то что ты еще делаешь это и не а но это понятно что мы ездили не уже сварила я купила и в этом в чижике ревкинская производитель филе называется филе но я такая понимаю что это грудка то обезжиренность что потому что что-то жирноватое мясо у нее это не очень придет и как бы воду говядина у меня есть сейчас у меня нет курятина закончилась своя курятина и дюшатина все закончилось по крайней мере не вижу может потом морозилки на иду пока не вижу в общем купила и там три филешки идет не надолго хватит я две сейчас уже сварила и заморозила две в морозилку бросила одну положила сюда и и я сейчас накормила наелась не в какую не ест этот хотя и купила сегодня этот корм роял конин как хозяйка это ну хотя бы на ночь думаю буду ставить чтобы не ночью не таскаться с мясом а буду и там наверху подсыпать в мисочку и чтобы она ночь это и но что на маленькой еще по-любому один раз точно ест а то едва а вот что еще вам интересно это рассказать погода вот такая вот у нас сегодня опять 15 градусов пасмурно дождь пролетает все еще вот такая очень погода и не очень на улицу не тянет так что я сейчас вот лук уберу да буду мясо с костей снимать на говядине сегодня суп от отварили фаде это горит наложи мне без мяса а я сейчас костей мясо поснимаю и опущу суп чтобы на суп с мясом было это еще за танцор куда ты куда на ручке оторвешь все то во что гораздо называется так но в чижик то мы съездили в чижик купила и лука то крупный хороший на по мороженке взяла опять потом чаще то есть это мы полезно это еще брали сейчас картошку картошку я не купила по пусть нам не надо было лук купила подожди ты мне перебиваешь как всегда вот вспомнить ладно как бы такое все ну вот а сосиски феми взяла помню вот потом мы дальше 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 даже колбаску охотничью до колбаску охотничью взяли не икру а попробовать купила знаете какой-то санта bremer выпускает это пасту с крилем по 80 рублей решила взять и попробовать ну вроде как санта bremer думаю хорошая фирма вот попробовали ну как бы так непонятно что такое типа то ли какие-то крабовые палочки в ком-то майонезе в общем ну такая себе так неплохо но нет не так чтобы это восторг какой-то вот потом за хлебом мы заехали хлеб купили лаваш купили булочки булочки ребятишка взяли они их машине прямо по чикали они уже потом с нами сели мы же бабушку высадили ребятишки машину поскакали скорее сели со мной поехали вот такие дела а картошки к сожалению не было так что сейчас вот у нас еще пол ведра пока есть на сколько хватит не знаю пока супы варим если только кто-то соберется пожарить картошку то она конечно сразу кончится да что будешь есть то нет еще не не надумал это не картофель это лук ты сейчас вот продырявишь его и вакуум спадет не надо так бить его вот ну ладно такие вот пироги так что сейчас после магазинов мы прогулялись вы знаете смена обстановки тоже на маленькой снимает вот это вот какую-то апатию ну ладно 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 все пока вот так вот пошла в общем дальше делаю эти мелкие все дела продолжаю смотрите друзья чем я занимаюсь в общем алёша принес малину очень мелкая нынче малина видимо потому что жара стояла она выспела сразу прежде чем выросла я так считаю очень мелкая по сравнению с прошлым годом вообще прям вот но все равно набрал он 200 700 граммовые баночки сейчас начинал начала я варить вам напомню как это делается во первых малину не моем просто чисто собираем грязные ягодки ну не собираем значит или в отдельную тару просто съедите но для варенья не мочим ягоду малину а вот надеюсь она у вас чисто обрабатывали без червячков так скажем да ну если уж на крайний случай но если вы ее и намочили то есть помыли да то надо ее обсушить на каких-то полотенцах будет а так мы вот не моем тогда получится густое варенье вот дальше что я делаю вот смотрите у меня такая тарелочка либо можно стакан обычный взять берете стакан насыпаете малины вот я уже ее в кастрюльку запустила я кастрюлю не снимаю потому что за парицу экрану камеры близко показывать и это в общем вывалила да и на огне поставила на рассеивателе либо на маленьком огне как только чуть забулькала это все дело за шкварчала засекая пять минут покипит она выпаривает лишнюю влагу малина да то есть как бы загущается уже вода уходит и тогда мы вступаем такое же количество сахара сколько малины положили понимаете как по объему не по весу именно по объему а вот и туда высыпаем сахаром опять шкварчит пять минут то есть она нагрелась сахар начал шкварчать до 5 засекаем пять минут опять варим потом снова стаканчик такой малины всыпаем снова также зашкварчала пять минут снова сахар пять минут и так далее до конца малины понимаете да как ну заканчиваете соответственно сахаром если малины начали то заканчиваете сахаром то есть на каждую стакан малины стакан сахара приходится понятно да вот и последний пять минут прокипела и все можете баночки разливать у меня баночка уже подготовлены их стерилизовать не надо помыли просто чистые все вот такой вот и будет густое густое варенье даже пектин не надо ну так вот единственное вы скажете ну какой-нибудь наверняка паучок или клопик залезет да друзья мои лучше перед тем как варить варенье вот эти баночки чтобы на столе вот так открытые постояли все клопики поднимутся либо можете рассыпать в чашку какую-то плоскую чтобы тоже все какие-то паучки клоп клопы если бывает бывает что попадают в банку вот и потом я вот так вот тоже вот выкладываю и смотрю внимательно чтобы никто нигде не это вроде никого нету иногда бывает в кастрюлю сыпанешь и раз это побежал какой-нибудь паучок обычно паучки вот у меня вот и я вижу что он в кастрюле жарко он побежал его раз схватал и убрала но так варенье густой получается понимаете мыть нельзя мне этому знаете научил научила татьяна канал мы листва они с курского края она давненько ролики не выпускает ну в связи с последними обстоятельствами да ну как последними да в общем с известными так скажем обстоятельствами в общем нет не до роликов не сейчас маленько видимо вот что-то не видим ее хотелось бы посмотреть как нам они чего но она ролики не выпускают а вот такой рецепт она еще в том году давала как сделать пустое малиновое варенье вот кстати говоря так не малиновое можно делать но только если чем ягода сочнее тем дольше получается вот это кипение должно проходить вот чтобы короче вода уваривалась уходила вся испарялась вот на рассеиватель хорошо ничего не подгорает вот такие дела мы сейчас уже поужинали смотрите как долго розы стоят да которые свои так сказать садовые это тетя люда привезла на день рождения бабушки не до сих пор еще не повяли головки не опустили окупленные цветы обычно вянут быстро мои цини тоже вот стоят тоже не это не испортились еще вот они видите вот они цини тоже они хорошие срезки да здесь какие даже упругий лист у него интересно как тоже цене как герберы наверно да быть долго так стоят так что все уже поужинали в принципе седьмой час пошел но еще закусят вот так что то сказать у ефима спасибо ищем маленьком и сдиго и вас прогуляем да будем ролик завершать Опять они меня устругали. Опять надо придираться. Привет. Привет, привет. Привет, привет. У Бейкала сейчас грязная. У него один уголок. Там есть доступ к земле. Когда сухо, он там пороется и ложится в эту землю, чтобы прохладно было. А сейчас мокро. Он весь измарался. Ой, а крапивы у него надо заходить, косить будет. Ой, кошмар. Ну, вроде дождик остановился. Вроде как чуть посуше. Доски еще мокрые, видно, да? Мокрые. А так прохладно, конечно, вообще. Вот. Баночек у меня получилось. Малиновое варенье. Две штуки. Я что-то четыре заготавливала. Получилось две полные пол-литровые баночки. Ну и ладно. У нас даже с того года еще малина-то есть, поэтому если даже больше не соберет, но, наверное, соберет еще, я думаю. Все равно соберет. Что такое? Пошла малина. Вот. Помидорки. Кудрявица маленькая уже. К самому потолку некоторые доросли. Так вот. Иваша гулять пошла. Сегодня тоже весь день она спит на такую погоду. Я тоже сегодня прилегла. Так у меня прямо это сразу отрубило. Вот. Вот они мои лилии. Ну, в такую погоду они, конечно, дольше. Дольше, дольше продержатся. Абрикосы. Сейчас я вам покажу. Вот эти вот. Смотрите, какие большие, да? Это академик. Немного их, конечно. Так только побаловаться. Ну и ладно, побалуемся. Вот тут лилии тоже такие же. Начинают расцветать. Смотрите. Это на одной столько много цветочков. Раз, два, четыре, пять штук будет. Ой. Так что вот, не знаю сейчас в такую погодку, как им нравится. Ну, в теплице, наверное, потеплее, конечно. Не 15 градусов теплица, но потеплее. Может, и будут вязать в такую погоду. Не знаю. Вот эти вот огурчики, конечно, мерзнут. Ползут потихоньку. Вот. Привет. Привет. Угу. Что, гуляешь? Угу. Ну, ладно. Станишки, подергивай, подергивай. Ой, до ушей дотянул, да? До ушей дотянул. Сейчас я вам покажу, сколько я убрала этого лука-то. Вот. Да даже не половину я, наверное, только, не знаю, до половины не дошла. Треть, наверное, только. Видите, вот до сюда дошла. Вот. Ну, и то, считай, мы столько много насушили. Два раза полную закладку делали. Сушилки. А дальше, кстати, лук покрупнее пойдет. Головки крупнее. Чеснок тоже уже все. Смотрите, он уже все. А говорю, нынче вообще прям чудо-чудное какое-то. Все так рано отходит. Уже, смотрите, в каком состоянии у меня контрольные головки. А вот тут вообще лопнуло. Смотрите. Видите? А вот тоже лопнуло. О, и чеснок, походу, убирать надо. Они все полупались. Я даже не заметила. Обалдеть. Смотрите-ка, что творится. Все. Все, пора убирать. Лешкин кот. Вот так вот. А ведь сюда 15 августа где-то убирали. Ну, ладно. Леша управляет сход. Курочка одна, которая, помните, у нас из Барковских, ну, вот из цыплят из наших, она все назад заваливалась. Я, честно говоря, думала, она выздоровела. А Леша говорит, нет, она, говорит, не выздоровела. Ей, говорит, уже что-то стало хуже. И он ее перенес вот сюда, в конюшню. Она где-то у тебя сидит, да, отдельно? Или уже померла? Лежит она у тебя уже. Ну, вот что-то ей, короче, хуже стало. Ну, ладно, что, не будем ее смотреть. Так вот. Сейчас гляну. Что там, картошка нет, вроде показалось. Нет, Леша ходит, говорит, вроде не видно колорадо. Ничего, слава богу. Помог препарат. Тихонько, Фима, ну не упади. Так что, вот так бывает и курочки. Ну, она, я говорю, она у нас, когда я ее приносила, она назад все падала и лежала, стать не могла. В нем все, все нормально. Все нормально, девчонки мальтийские. Нормально. А у этих он сегодня чистил, цыплята у этих курочек. Пусть они большие стали, так кажется, тесно у них. Надо, наверное, будет уже мальчиков-то. Мальчиков-мальчиков-мальчиков. Или отселять, или их уже нацеплят табака, как говорится. Цыпленок табака будет. Капусту хочу сорвать. Думали, бабушкин где ж день она уйдет, а что-то забыли про нее. Не стали делать капустный салатик. Ну, в общем, так ранее у меня Настя еще одна есть. Вот моя речка и это дайкон. Вроде ничего, вроде чистенькие стоят. Так вот. И тут салаты, я так их и не проредила. А надо будет проредить. Тут качанный салат, может, даже рассажу еще. Укроп опять повсходил. Слушайте, начала эту, видимо, перекопала. Да, это укропа взошло много. Вот, смотрите, видите. О, а салатик вот. Вот таким вот образом. Но этот качанный можно рассаживать. Его даже, вот в лунке их там 3-4 штуки. Можно их все вместе выкопать, разъединить корешки и рассадить. Будет качанчик расти. Да, Фималик? Ты тебя там ешь, ходишь? Да, салатик и ягод. Все к ягоду. Все понятно. Ешь ягоды, пока они есть. Пока они есть. Надо вот папа, чтобы собирал уже не только малину. Вообще надо красную смородину уже. На компот завтра, может быть. Он в отпуск пойдет. Еще ему осталось в понедельник только сходить на работу. А там у него отпуск начинается. И он мне все будет собирать. Я буду все закатывать, закатки делать. Так что такие планы. Что такое, что такое? Да я там сыпал. А, там кто-то был, да? Да там был милец пауков. Да ты что? Пауки, я говорю какие-то пауки. А, муравьев были. Я муравьев тоже не люблю. Ой, ну ладно. Пошла домой. С вами прощаюсь. Сейчас уже Алеша у коровы начал убирать. Сейчас все уберет. Я схожу и подаю. Себя в порядок приведу уже. И встретимся с вами на стриме сегодня. Сегодня будет стрим. Как всегда. Выдаваться 0-0 по Москве. По-нашему в 10. Иди. Ах ты. Я жалю, что такой набор банок. Ты потом их забери. Я не знаю, их или выкинь. Наверное, выкинь, да и все. А он нужен его коллекцию. Коллекция. Зачем бы ему такая коллекция? Жалю, мешок красный, обычные красные. Потелевай. Потелевай. Пайкал ты видел уже? Нет. Да не надо. Смотрите пока. Их помяло. Изумруд достал. Ой, ну ладно, что. Все, пока-пока говорим. Пока-пока. Всем пока-пока. Да, до стрима. Или до завтра. Давайте, пока-пока.